МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Куйбышев военных лет глазами великого режиссера. В Самаре открыли музей Ильдара Рязанова. Творческий подход к выборам. Жители региона могут создать слоган предстоящей избирательной кампании. Два десятка команд в трех возрастных группах. В Самаре завершился городской этап турнира «Кожаный мяч». Первый в России музей Ильдара Рязанова открыл свои двери для посетителей. В здании по адресу Фрунзе 120, в котором режиссер жил в эвакуации во время войны, в выходные пришли первые гости. Пока завершена работа над первой очередью, которая воссоздает атмосферу 40-х годов. На открытие музея прибыли вдова и дочь Ильдара Рязанова, которые раньше знали о самарском периоде его жизни только по рассказам. Алекс Зверев также подробно ознакомился с экспозицией. Этот театр начинается с вешалки, а музей с экспозицией под открытым небом. Сегодня здесь уникальная выставка ретроавтомобилей «Москвич», «Победа» и «Волга» 21-й серии. Такая же, как была у Димы Семицветова, на которой Юрий Деточкин уходил от погони. Спасибо, друг, выручил. О чем разговор? Человек, человек и друг. О, точно. Уже на подходе к музею Ильдара Рязанова возникает желание пересмотреть всю его фильмографию. Слишком велика народная любовь к творчеству режиссера. Впрочем, насмотреться мы еще успеем. Кино будут посвящены второй и третий этажи нового музея. А уже сегодня каждый может прийти, ознакомиться с экспозицией первой очереди. Она включает в себя зал Куйбышев военных лет, который передает атмосферу эпохи. И мемориальное пространство в виде 20-метровой комнаты с предметами, в окружении которых жил подросток Ильдар Рязанов. Бамбуковая вот такая вот стремяночка. Этажерка с фигурой рыбачка. Вот именно она встречала нас с вами при ходе в музей. Теневая композиция. Мы здесь представили литературу, о которой вспоминает Ильдар Александрович. Литература 30-х, 40-х годов. Нам в этом помогли наши самарские библиотеки. Таких предметов в музее множество. Вещи охотно передавали друзья и родственники. Все-таки Самарский музей первый в России, посвященный жизни и творчеству Ильдара Рязанова. На открытие музея в Самару приехали его вдова и дочь. Эмма Абайдулина и Ольга Рязанова помогали в создании музея в городе, в котором режиссеры считают своим земляком. У самарцев появляется уникальная возможность посмотреть на куйбышев военных лет глазами величайшего человека. Нашего с вами земляка. Человека, на чьих фильмах мы действительно воспитывались, на чьих фильмах мы росли, и который стал легендой киноиндустрии. И от всей души, конечно, хочу пожелать нашему музею дальнейшего развития, большой посещаемости. В Самаре Ильдар Рязанов родился, а потом жил в эвакуации во время войны. И часто вспоминал эту квартиру напротив филармонии и годы, которые сформировали его эстетический вкус. По старой музейной традиции тарелку разбивают на долгое счастливое будущее. Первые экскурсии для родственников. Вдова и дочь Ильдара Рязанова сегодня смогли впервые увидеть, как он жил в Куйбышеве. Оставить записи в книге почетных гостей и автографы на тарелках, которые уже стали следующими экспонатами музея. Какие-то экспонаты, естественно, мне были известны, какие-то даже я, как говорится, подставляла. Но то, что я увидела, превзошло все мои, даже не могу сказать, ожидания. Потому что я поняла, что это будет современно, что это будет круто, но что это будет при этом так тепло, с такой любовью, так сердечно, так штучно, я не ожидала. Что мне особенно согрело душу, это то, что я узнала каких-то много новых вещей об истории моей семьи, о которых я просто понятия не имела. И вот это как-то я воспринимаю как какое-то личное. Мне понравилась атмосфера, которая создана в музее, воспроизведение той эпохи, быта. Общее впечатление у меня очень хорошее. Работа над формированием музея будет продолжена. В частности, на втором этаже, посвященном творчеству режиссера, планируется воссоздать интерьер ленинградской квартиры из иронии судьбы. Но уже сегодня понятно, что город получил уникальный уголок, в котором всегда будет то, ради чего жил и трудился. Почетный гражданин Самары, Эльдар Рязанов. Для всех жителей и гостей города музей будет работать по расписанию с 10 до 18 часов. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. В субботу ночью представления экскурсии прошли во всех самарских музеях и библиотеках. В художественном музее на улице Куйбышева гостей ждала выставка современных иллюстраций. 40 авторов представили около полутысячи работ, выполненных в разных техниках. Слово мэри Елчан. Вот такие вот у нас игра такая, сказка. Выставку современных иллюстраций «Барбазуль» самарскому зрителю представили впервые. В ней приняли участие 40 художников-иллюстраторов. Было показано более 500 работ, выполненных в разных техниках. На эту выставку я решила побаловаться, но рисовать не так, как я всегда рисую, а сделать рисунки на керамике вместе с Сашей Вой. Это его собственная посуда, которую он сам слепил на гончарном круге и сам спек. И он дал мне на пробу порисовать две посудины. Мне так понравилось, что у него забрало очень много посудин, вот они стоят. На блюдцах иллюстрации к сказке «Любовь к трем апельсинам». По мнению организаторов, талантливых художников, способных создать интересный образ, становится все больше. Критерий был один. То есть я был единственным членом жюри. И чтобы избежать какого-то пристрастия, у меня был только один критерий – это индивидуальность. Изюминкой вечера стал модный показ от дизайнера Светланы Черкашиной «Блестящая война». На костюмы девушек ушли шесть с половиной тысяч металлических пробок от бутылок. Ну, это просто творческие мечты и их воплощение нашего руководителя. Поздних гостей музея ждало выступление творческих коллективов. Мне нравится музыка, интересные выставки и, конечно же, мастер-классы. И в прошлом году такого не было. В заключении вечера любители сладкого могли попробовать чай из самовара с медовыми лепешками. Мэри Елчан, Артем Сулайманов, События. А теперь коротко о других темах дня. Без горячей воды остались жители Кубышевского района Самары. Летняя прессовка обнаружила ветхие участки на коммунальных объектах. В результате прекращено водоснабжение на теплотрассе 200 многоквартирных домов и ряда социальных объектов. Повреждение трубы диаметром 350 мм произошло на улице Фасадная в районе здания бывшего бассейна. Когда закончатся ремонтные работы, пока не сообщается. В Самаре завершают реставрацию бывшего особняка купца Шахабалова на улице Венцика. На фасад дома вернули скульптуру атлантов. Работы по восстановлению усадьбы стартовали несколько лет назад. Специалисты выполнили часть отделочных работ внутри и снаружи здания. Отреставрировали паркеты и элементы декора. После окончания всех реставрационных работ в доме с атлантами разместятся выставки и экспозиции картин Самарского областного художественного музея. А также организуют фонды хранилища. На проспекте Кирова в Самаре изменили схему движения. Там появилась двойная сплошная. Новая разметка запрещает поворачивать налево на проспект Карла Маркса с Кирова рядом с шоколадной фабрикой. Водителей просят быть бдительными. В Новокуйбышевский суд вынес приговор 30-летнему бодибилдеру. Он обвинялся в контрабанде стероидов. Мужчина находил поставщиков через интернет и оформлял заказы на подставных лиц. Получали посылки его знакомая и жена. При этом обе не знали, что в посылках. Еще одна партия на полтора килограмма из Белоруссии была оформлена на самого бодибилдера. Именно при получении этой посылки задержали мужчину. Пока бодибилдера не поймали, он успел получить по почте почти три килограмма стероидов. Суд назначил ему наказание в виде трех с половиной лет условно. Самарский подросток обыграл знатоков в воскресенье в программе «Что, где, когда». Победу мальчику принес вопрос о турецком стакане для чая. Против зрителей играла команда новичков. Школьник Александр Панкратов задал вопрос о турецком стакане для чая «Армуде». По традиции его не наполняют до краев, оставляют так называемый «дудак ери». Ери в переводе с турецкого означает «место». Знатокам нужно было ответить, как переводится «дудак». Они предположили, что усы, однако правильный ответ был «губы». Школьник смог выиграть 90 тысяч рублей и принес пятый очко в пользу команды телезрителей. Жители региона могут создать слоган предстоящей избирательной кампании. Председатель обл. избиркома Вадим Михеев призвал самарцев поучаствовать в необычном творческом конкурсе. Присылать заявки можно до 10 июня. Работы будет оценивать конкурсная комиссия, в которую вошли члены избирательной комиссии Самарской области и молодежных общественных объединений. Победителя ждет диплом обл. избиркома, а также денежный приз в размере 25 тысяч рублей. Слоган будет размещен во всех информационных наружных, аудио- и видеоматериалах, которые будут изготовлены избирательной комиссией Самарской области. Информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте избиркома, а также по телефону, указанному на экране. Больницы Самары встанут на цифровые рельсы. Врачи хотят знать, почему жители той или иной категории подвержены определенным заболеваниям, чтобы предотвратить болезнь в самом зачатке. Кроме того, врачи много времени тратят на ведение записей жалоб пациентов. Автоматические системы могли бы ускорить процесс. Артем Устинов подробнее. Обитатели многоэтажных домов больше других подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, утверждают эксперты в области здравоохранения. Хотя ответить на вопрос, почему они пока не в силах, и всю надежду возлагают на новые информационные технологии. Чтобы от огромного количества собранных данных была реальная польза, в каждой больнице появится специалист по работе с информацией. Он сможет выяснить, чем чаще болеют самарцы, живущие в дуре Московского шоссе, а чем жители поселка Управленческий. Скорость доступа к данным и скорость их обработки – главное преимущество технологии больших данных. Внедрение информационной сферы в медицину открывает массу возможностей. Можно завести электронную медицинскую карту пациента, напоминать о необходимости пройти обследование или выявить опасные заболевания на ранней стадии. Есть и технические ноу-хау, облегчающие жизнь врачам. Есть системы, которые с голоса автоматически готовят протокол исследования. Это касается врачей-клиницистов. Им не надо писать, набивать, они могут точно так же просто говорить вслух. И система с использованием соответствующих словарей, методик переводит в классический, понятный для любого врача текст. Модернизация системы здравоохранения необходима. Треть жителей Самары не удовлетворены услугами. Это подтвердили данные опроса, проведенного фондом социальных исследований. Для решения этой проблемы разработали дорожную карту, подробный план развития самарских медучреждений на ближайшие несколько лет. Начнут с поликлиник. Их работу больше всего критикуют горожане. Входные группы, которые будут экономить время и пациентов, и врачей, и будут доступны для мобильных групп граждан, модернизируем работу регистраторы. Кроме этого будет переделана навигация, внедрена электронная очередь. Обновят не только техническое состояние больниц. С сотрудниками медучреждений будут работать психологи, обучать навыкам общения с пациентами. Проект поддержал глава региона Дмитрий Азаров. На реализацию новых идей выделена значительная сумма. Первые шаги сделают уже этим летом. Артем Устинов, Максим Гусев. События. В Самаре завершился городской этап турнира «Кожаный мяч». В нем приняли участие два десятка дворовых команд, которые стали победителями районных этапов соревнований. Борьба за звание лучшего развернулась серьезная. За матчами наблюдала наша съемочная группа. На футбольном поле в парке Гагарина развернулась настоящая борьба. Юные футболисты отчаянно сражаются за победу. Здесь все как у взрослых. Даже есть свои команды поддержки. Молодцы! Молодцы! В финале городского турнира «Кожаный мяч» встретились два десятка команд в трех возрастных группах. Они уже прошли отборочные туры в районах. Теперь доказывают свое лидерство на городском уровне. В этом году «Кожаный мяч» особенный. Открытие турнира прошло на новом стадионе «Самар-арена». Также юные спортсмены смогли сфотографироваться с заветной мечтой всех футболистов – Кубком ФИФА. Организаторы отмечают, в год проведения чемпионата мира интерес к футболу среди молодежи значительно вырос. Самое главное, что они играют с желанием. Они видят пример нашей команды кролесоветов, где часто встречаются с футболистами, с ветеранами. И часто присутствует Тихонов, главный тренер кролесоветов, на наших турнирах. Поэтому есть кого брать пример. И я думаю, он должен их подтолкнуть к тому, чтобы они серьезно занимались футболом. В «Самаре» сегодня такой, я вам скажу, детский бум футбольный. Очень много образовалось детских футбольных клубов. Мы, в свою очередь, сделали для этих клубов соревнования. Я думаю, что чемпионат мира дал толчок определенный. Победителям в каждой возрастной категории вручают кубки и медали. Лучшие игроки по итогам турнира, помимо основных наград, получают сувениры с символикой чемпионата мира по футболу. В средней возрастной категории победителями турнира стала команда с символическим названием «Виктория» промышленного района. Ребята уверены, победить помогла сплоченность. Во-первых, это настрой. Во-вторых, командный дух. И третье, конечно же, результат. Все хотят самый лучший результат первого места. Теперь лучшие команды по итогам финальных игр отправятся представлять Самару на областном этапе турнира «Кожаный мяч». Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. И вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Заплати за коммуналку и отчаливай самарцам, погасившим долги за воду, подарят билеты на теплоход. Бегом за купальниками. Пляжный сезон в этом году в Самаре откроется раньше обычного. Девушка с Союзом. Дом напротив ракеты на проспекте Ленина украсили оригинальным граффити. Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 17 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттер, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова